а здрасте всем друзья привет уленьки у нас продолжается золотой колос это же шестая серия получается у нас идет второй день 2 тройника и как видите испарилась отсюда вся техника все дело в том что я такие собрался с мыслями и разогнал всю технику которая у нас используется по разным гаражам на улице осталось вот буквально всего лишь три единички 4 ладно но еще и урал кстати тоже будет на улице жить все остальное друзья прятано спрятано по гаражам и общем то если кому интересно можем пробежаться сейчас посмотреть где чё лежит во первых вот первый ангар у нас такой здесь у нас все наши комбайны три штуки три комбайна три жадки все стандартно вот тут у нас хранятся принципе можно открыть все товарищи которые возят у нас зерно сыпучая но и трактор который у нас перегрузчик работает да это все у нас стандартно далее на базе у нас также еще есть еще гаражи вот эти вот 4567 тут у нас приняться трактора которые с селками с культиваторами тут в общем то ничего не поменялось единственное 7 вот этого гаража я убрал урала и нашего джоника туда запихнул но в третьем ангаре у нас ман бетономешалка который мы скоро тоже продадим далее друзья переносимся на коровник потому что на коровнике тоже стоят вот эти самые гаражи и здесь у нас все то что связано с коровками то есть то что связано с травой по сути дела потому что трава силос и все остальное мы именно для коровок по факту то и делаем в основном ну и овечек но у овчарни нет гаражей а здесь есть поэтому косилка жадка и сено ворошилка которая сено ворошилка не особо нужна кстати сена здесь как-то и не надо три наших тюкалки разных тоже стоят фуражный прицеп которым мы пользуемся довольно редко и прицеп для тюков которым мы пользуемся довольно редко но и пустой один гараж также друзья гаражи у нас есть на товарных складах если вдруг кто не знал и сюда я скинул все что у нас связано с перевозками то есть ман с контейнером ман вот этот вот его сюда тяжело загонять поэтому я не знаю как я буду им пользоваться урал у нас здесь цистерны все я купил цистерну для молока надо было отвести вновь вылупившийся вновь вылупившимся до свинкам молочко поэтому пришлось купить эту цистерну а нара нашего холодильника сюда запихнул для муки прицеп которым тоже редко пользуемся здесь другой для другой контейнеровоз другие контейнеры тоже у нас здесь стоят и для тюков наш большой тоже здесь стоит ну и последние друзья большой гараж который у нас есть в собственности который мы построили этот заводской ангар здесь у нас для свеклы для хлопка уборочная техника которыми редко пользуемся плуг и сюда перегнал потому что он очень редко нам на нужен и буханка на который я даже часы наверно в сумме не откатал до 08 часов 30 километров она все проехала поэтому в общем-то это все дело у нас хранится здесь но она исчезает чтобы не грузить систему так что друзья с новинками у нас вроде как все понятно погнали смотреть что у нас происходит на заводах и у животных на теплицах и так далее начнем друзья с полей у нас опять здесь пшеничка и опять ее буду убирать точно также на стриме скорее всего или не знаю короче вручную это будет чуть попозже как обычно тут тоже самое единственный косяк я друзья зафейлился удобрением у нас уже созрела 21 22 и часть 19 поля принципе можно приступать к уборке по большому счету я его не удобрил ой 9 забыл удобрить и 11 черт сейчас 7 утра уже можно это делать так 9 начнем потом 11 вот поля надо убрать плюс травка на восемнадцатом поле ее тоже нужно покосить что потом будет сеяться я вам сегодня не скажу это будет в следующей серии будет небольшой сюрприз ну как сюрприз короче я уже придумал но обо всем этом узнаете в следующей серии также друзья теплицы тут в общем-то все просто они созреют купим рассаду правда денег на эту рассаду нету и засеем еще раз ну денег нету придется брать кредит ничего ничего нового по заводам у нас что интересное консервный завод тут осталось произвести 24 куба томатной пасты и после этого надо будет делать новый заказ на производство а именно у нас там есть контракт сейчас покажу масло экстракционный завод у нас давно уже не работает мебельная фабрика у нас работает я сделал ей то она откроется в девять часов будет продолжать делать нам мебель принципе место тут еще есть хотя надо наверное его освобождать продолжать его освобождать хотя бруса тут осталось не так много хрен его знает сколько тут еще мебели получится ну короче она будет работать может быть за день за 2 она все сделается и в конце сезона мы от этой мебели избавимся ну и от мебельной фабрики соответственно тоже мельница друзья у нас продолжает работать пшеница которую мы туда привезли еще не переработалась ну почти переработалась но ее сейчас будет чуть меньше чем прошлый раз потому что у нас одно поле неудобрено может быть вся эта мука у нас будет следующий раз полностью готова посмотрим отрубей много может быть от отрубей по избавляться вы помешало бы сейчас тоже посмотрим там цена вместимость тем более деньги нужны ну короче мельница работает тут все хорошо еще на крупорушку в принципе можно отвести кукурузу которая у нас осталась и сделать из нее кукурузную муку крупу точнее овес у нас весь переработался что оставалось тут 277 кубов осталось еще раз его продадим когда массовой распродажи будет в общем то тут все понятно мясо комбинат мясо комбинат друзья мы купили но старых животных у нас нет у меня в первую очередь интересует скотобойни чтобы старых животных сюда возить и получать мяско работает он круглосуточно поэтому можно в принципе чуть ли не с ночи начинать это делать не знаю как она по времени это бой не показывается тут не показывается но работает круглосуточно как быстро они будут их убивать хрен его знает сахарный завод также у нас продолжает работать тут еще до хренище а он у нас не работал потому что он у нас прокачивался но уже прокачался до 4 линии 83 84 куба он в час будет перерабатывать это довольно много так что я думаю он быстро переработает всю эту свеклу ну как быстро концу сезона переработает также тут есть 200 кубов жмыха ну и самое интересное это ткацкая фабрика тут уже почти переработался весь хлопок солома льна осталось еще до хренища до того 25 часов ресурса везде хватает тут все нормально с этим в общем то понятно но и животные друзья в конце-то концов принципе сегодня их трогать смысла особого нету все у них в зеленой зоне всего хватает уже есть 92 куба молока это с учетом того что кстати какую-то часть молока я вывез на другие загоны по животному нас в принципе все в порядке есть 600 молодняка есть подрастающих 400 штук и 1200 у нас продуктивных там большой косяк наверно в том что эти самые продуктивные животные которые здесь есть они старыми станут в один день новых животных мы покупать не будем пускай эти размножаются может быть я их все кстати и не повезу на убой может быть что-то просто продадим через меню посмотрим по овчарни тут тоже все прекрасно как-то они довольно мало едят накопили они уже 60 кубов шерсти поэтому эту шерсть наверное имеет смысл один прицеп перевести на ткацкую фабрику и запустить производство пряжи старых животных тут тоже пока что нету есть молодняк есть уже подрастающие которые так понимаю переводятся в корпус есть еще немножко места для ягнят у нас еще появится но остальные будут продаваться птицы ферме тоже у нас все просто инкубатор работает кстати у нас по моему старые птички появились да можно в принципе забить на мясо уже в итоге у нас есть еще место но есть еще там поддоны для молодняка около инкубатора еще два поддона я их туда тоже запихаю точнее из инкубатора один поддон вылупится еще один поддон я запихаю так что будет забит у нас все вот эти загоны для птичек уже есть 30 кубов мяса это получается все же мы один раз забили всех животных пять поддонов в общем-то 31 куб не очень много яиц тоже как бы и не очень много они нам дают вот так ну и свинарник в свинарнике в общем-то тоже все хорошо забили его в прошлый раз они уже немножко нам покакали тут вылупилась 440 поросяток за эту ночь за первую ну сейчас это все дело тоже прекратится у нас и будет продаваться тут в общем-то трогать смысла ничего сегодня нету еще раз будем смотреть что да как но и вроде как все понятно поэтому погнали работать тогда да первое друзья что надо сделать это запустить стройку на автомойке да я заказал здесь стройку на товарных складах автомойку построить это одно из последних уже строек у нас и что нам сюда надо привести кстати осталось 40 минут чтобы все это дело привести поэтому надо поторопиться наверно нужно привести 50 кубов стройматериалов 10 кубов бруса но брус у нас здесь есть поэтому это не проблема 60 кубов бетона 10 кубов песка и 15 гравия. В общем-то все кроме бетона очень легко достать, а вот бетон возить геморройненько. Поэтому давайте начнем именно с него. Для этого всего дела нам потребуется наша бетономешалка. Она у нас вот тут вот стоит. Я поставил там точку уже триггер еще вчера. То есть можно это все дело по автодрайву загрузить. Интересно кстати появилась ли точка в автогрузе, чтобы это все быстро выгрузить в склад товар бетон. Адресат. Адресат не найден. Понятно. Ну и ладно. Не больно то и хотелось. Короче говоря, смотрите. Этому товарищу надо будет сделать 5 поездок. Я надеюсь он успеет это сделать за 40 минут. И я еще надеюсь, что будет работать прекрасно выгрузка. Загрузка то работает, загрузка бетона. А вот бетон, временная точка, вот она. Будет она работать или нет? Без понятия. Ему нужно сделать 5 поездок, 4 точнее полных и 1 неполная на 8 кубов. Погнали ему сейчас купим бетона на первую поездку. Вот тут там 13 кубов мы ему покупаем. И в общем-то за этим пацаном сейчас надо будет конечно же следить. У него все было хорошо, чтобы у него все получилось. Но то что он загрузится это понятно. Чтобы выгружался. Возвращаемся на товарные склады. И друзья, нам нужен еще по моему он вот здесь у нас стоит. Контейнеры. Контейнеры, которые, в которых можно привести стройматериалы. Делать мы это будем с помощью мана, разумеется. Давайте все это дело подцепим. Аккуратненько вот якут. Оно тут все расцепляется еще, тем более можно поэтому скинуть случайно. Надеюсь денег на все хватит с лихвой. Сдынь, подцепляем. Контейнеры тоже подцепляем. Выводим его просто на дорожку и отправляем на жд станция покупка. Он пока туда доедет, разберемся со всей остальной канителью, которая у нас тут присутствует. Так, жд станция, жд станция покупка. Вот, давай едь туда. Встретимся на жд станции, да. Также, друзья, нам нужен песок и гравий, поэтому возвращаемся на нашу базу и ман зерновоз. Вот этот вот с прицепом. Он это все дело сможет без проблем туда отвезти. Выводим его из гаража и точно также отправляем на жд станцию покупка, потому что именно там мы будем брать песок и гравий. Давай, дружище, едь туда. Потом опять с тобой там встретимся. Ну и, друзья, еще нам нужно привезти сюда брус. Брус я просто поставлю вот в этом вот контейнере. Там, по-моему, 10 кубов всего надо. В этом контейнере мы его и поставим. У нас тут рядом находится склад бруса, поэтому мы его отсюда заберем. Да, можно было бы мана вытащить, но мне его парковать не очень нравится с этой его ломающейся осью. Давай, друг, 10 кубов, бздынь. Загружайся. И его нужно просто поставить в зону, отмеченную вот этой вот желтой моргающей линией. Как раз тут бетономешалка приехала. Замечательно. Чтобы они не мешали, мы поставим с той стороны. Как-нибудь вот так вот. Было тубзико. Во. Можно заглушить двигатель. И так, кнопочка посмотреть. Да, 10 из 10 тысяч мы привезли. Замечательно. Так, сейчас вопрос жизни и смерти. Разгрузится ли вот эта штука здесь? Меня еще напрягает, конечно, время. То, что осталось 32 минуты, а ему еще нужно съездить 4 раза. Сейчас еще здесь может что-нибудь не работать, что тоже возможно. Дынь. Ну, давай, выгружайся, пожалуйста. О, выгружается. Красавчик. Все заработало. Я точку просто не на нем рисовал, а на джосибишке. Не знаю, как оно там будет работать, будет ли. Но опыт не пропьешь, да. В общем-то, он погнал. Я ему там бетона уже купил, поэтому пускай катается. Будем за ним следить периодически. А тем времени у нас как раз вот этот товарищ добрался сюда. Надо ему купить. Надо посмотреть точно, что надо покупать. Да. Песка 10 кубов гравия 15 и 50 кубов стройматериалов. В общем-то, мы это все сейчас вот так вот и покупаем. 50 кубов стройматериалов, 10 кубов песка и 15 кубов гравия. На всякий случай по одному лишнему литрику мы тоже возьмем. Этого товарища, соответственно, можно отправлять на товарные склады. Можно его даже на точку бетона отправить, пускай туда приезжает. Ну, и на ЖД-станции мы еще ждем зерновоза. Чуть-то он долго с базы едет, хотя мне казалось с базы сюда ближе. Где он там? А, едет. Можно даже, знаете, управление тогда перехватить на нем. Я аж быстрее доеду. Открываем вот эти вот штуки, все тенты. Погнали загружаться. Загружаем, во-первых, песочек, кузов машинки и подъезжаем прицепчиком и загружаем туда гравий. Ну и соответственно, везем его на нашу стройку. Я вот про нее совсем забыл. Надо было с нее начать, а потом рассказывать вам, что происходит. Потому что в планах у меня было именно это сделать. Но я провафлился. Такое бывает. Надеюсь, бетономешалка успеет все привести. В принципе, если я вручную там поеду кататься, то я-то точно успею. Но я ж не хочу, мне же лень. И вот контейнеровоза я как раз догнал, практически подъезжая к нашим товарным складам. Вот он заехал, я заехал. Красавчики мы с ним, короче, оба. Ну ладно. В общем-то, надо разгрузить вот это вот дело сюда. Не знаю куда. Давайте вот здесь вот кучу сделаем. Это нельзя выполнить это действие. А почему это? Заблокировать тележку можно? Серьезно? И легко парковаться? Черт. Наверное, это недавно появилось. Что, реально работает? Реально работает? Классно, слушайте. Ладно, в любом случае. Понятно, туда нельзя было выгрузить, а вот сюда можно. Во. Выгрузили, короче, кучу песка. Сейчас выгрузим еще кучу гравия. Вот сюда вот. Здесь есть место, и оно не мешает. Во. Красота. Ну и этого товарища отправляем тогда на мойку. Мыться пора. Поработал, иди мойся. Вот этот товарищ, его нужно просто переставить куда-нибудь, чтобы он тоже сильно не мешал. Поставим эти контейнеры, например, вот сюда вот, чтобы они, пары вот здесь вот и стояли. Чуть назад, то он не попадает, вероятно. Итак, смотрим, что у нас постройки. Товарные склады, стройматериалы есть, брус есть, бетон он сейчас в процессе, песок, гравий есть. Времени осталось 25 минут, и еще до хрена нужно катать бетон. Видимо, буду я это ручками делать, чтобы было быстрее. Так, бетономешалки я вроде как дал фору. Ей осталось сделать одна поездка. За 9 минут она прям точно успеет съездить, загрузиться и выгрузиться. Там 9 кубов еще надо привезти, если мне память не изменяет. точнее 8, но я купил 9. Да, 52 уже привезено. В общем-то, все хорошо. Чем туда приедет, мы посмотрим. Но пока что давайте, друзья, еще другую работенку тоже пока что загрузим. Во-первых, друзья, трава. Несмотря на то, что мы ее пока что не собираем, ее все равно надо покосить. Поэтому давайте отправим газонокосилку, которая у нас стоит на коровнике, покосить эту самую траву. Вот она. По-моему, автодрайва тут у меня на коровнике вообще никакого. Да, вообще нету, поэтому выводим его на дорогу. Стоит волок соломы, на самом деле нам это не надо. Пускай на всю ширину косит, так будет лучше. Потому что если она все будет по центру оставлять, когда там уже будет второй, третий покос, это уже будут большие горки. В общем-то, выводим его на дорогу, сейчас его запустим. Как-нибудь я соберусь и пропишу автодрайв везде. На самом деле, надо разобраться до конца с еще некоторыми моментами и можно будет этим заниматься. Так, генерация маршрута, поле номер 18, 10 метров, все как обычно, со стартовой точки и на парковочку, дружище, после того, как ты покосишь. А парковочка у него сейчас на автомойке, давай едь. Ну и, конечно же, автодрайв, поле 18. И погнал. Что, кругалями поедешь? Ну и есть кругалями, не суть важно. Тем временем, вот этот товарищ, кстати, приехал, последний бетон привез, 7.57. Ну, в общем-то, да, не успел бы он ни хрена сделать, если бы я ему не помог. Сейчас он вроде как должен будет на мойку отправиться, если все будет нормально. А мы открываем строительную фирму, смотрим автомойку товарной склады. Все привезли, все по красоте, все прекрасно. В 8 часов она начнет строиться. Ну вот и стукнуло в 8 утра. Соответственно, у нас началась стройка. По-моему, 6 часов она будет строиться. Может быть, даже в этой серии я вам покажу эту самую автомойку. Значит, вот этого товарища мы прячем обратно в ангар. Он вроде как сегодня больше не нужен будет. А почему у него колеса какие-то коричневые, серые, а не оранжевые? Я ему забыл диски покрасить, да, в свое время. Ну ладно, не важно. В общем-то, его мы прячем в гараж, закрываем ворота и все нормально. Двигатель я ему забыл заглушить, но ничего страшного. JCB-шку мы тоже отсюда убираем. В принципе, у нее как-то, знаете, гаражного места нету. Ее-то точно геморройно ставить, поэтому пускай стоит здесь. Вен с ним. И, друзья, возвращаемся на базу. Надо еще поставить некоторых ребятишек в работу. Во-первых, друзья, нам нужны денюжки. Посмотрим, давайте, сколько у нас жмыха мы можем сейчас продать или отрубей. В первую очередь жмых, конечно, интересует. 530 кубов на Белореченский зоопарк на ЖД-станцию и 100 кубов на ферму Кузнецова. Не так уж и много. Короче, на ЖД-станцию будет ездить. На маслоэкстракционном заводе у нас есть 520 кубов. Это, ну, на 8 поездок, в принципе, можно. Я думаю, за час он даже исправится. Отправим вот этого вот мана по 59 кубов, который будет возить. Только не на Кузнецову. Она ЖД-сыпучая. ЖД-склад сыпучих. Жмых. Давай, дружище, 8 раз. Прямо вот отсюда. Едь, катайся. У тебя все должно будет получиться. Далее, оранжевый ман. У нас, друзья, на складе, на ферме, есть дохренища кукурузы. Поэтому вот этот товарищ пускай отвозит ее на нашу мельницу и делает из нее кукурузную крупу. Вроде как он должен работать с этим всем делом. Тут тоже надолго, пускай катается. Ну и вот эти вот два товарища, как показала практика, у нас прекрасно два комбайна справляются. Точнее, два мана справляются с уборкой на полях, поэтому отправляем их на уборку. Они будут работать с комбайнами. Ну, в общем-то, по той же самой схеме, по которой я на днях тут, ну как на днях, был стрим. Хотя, может, оно и продолжается. Короче, как в прошлой серии это было и так далее. Оба их отправляем на поле. Ну и они потом будут, соответственно, все возить на мельницу. Всю пшеницу мы тоже будем собирать опять на мельницу возить. В общем-то, как заработаем денег, как появится что-нибудь интересное, может быть, как контракт будем выполнять. Друзья, я продолжу запись, а сейчас я поеду тогда убирать поле, разгребаться с этими всеми людишечками. Солому мы отделять сейчас не будем. Солому мы насобирали дохренища просто, поэтому оно нам не надо. Вот этих всех пацанов тоже можно смело отправлять на поле. 21, 22. Так, только жадку не забудь. Ты че? Давай, туда едь. Вот этого товарища. На заправку съездить. Че я тебя вчера не заправил? Все остальные заправлены, а этот не заправлены. АЗС север. Давай, дружище. Едь на заправочку. Бздынь, погнал. Ну и вот этот большой комбайн. И, разумеется, тоже давай едь на поле. 19, 21. В общем, че интересненькое у нас вдруг стрельнет, появится. Я вам это обязательно покажу. Ну что ж, друзья. Час дня у нас стукнуло. Прошло дохренища времени. Уборка завершена. И идет посев. В общем-то, че у нас происходит. Для начала, друзья, посмотрим на карту. Поля все убраны. Большое поле у нас засеяно. 19 поле у нас засеяно. 4, 5 сейчас сеется. 8, 9, 10 тоже сеется параллельно. Тут у нас сеется кукуруза, поэтому это, в общем-то, надолго. 6, 7, 11, потом наш Джоник тоже засеет. Это будет быстрее, чем вот это большое поле. Тут, в общем-то, все понятно. По поводу удобрений. 21, 22 мы уже удобрили второй раз. 19 нет, потому что нет денег. Я, друзья, и контракты повыполнял, и попродавал отрубей там, чтобы рассада хватило денег. Вроде всего хватало. Вышли в некоторый плюс. Но потом случилось неприятное дерьмо, а именно в 12 часов списалось куча денег за амортизацию недвижимости. Почти 400 тысяч, мать его. И в итоге влез я даже в кредит. 400 тысяч кредита я взял. 386 тысяч списалось. Плюс там содержание скота, обслуживание техники много. Вот расходы на семена 578 тысяч, это мы рассаду купили, удобрения. Доход по контрактам зато 260 тысяч я заработал. И доходы от продажи продукции, это же мы их отрубим. В общем-то сейчас я еще отправил 4 прицепа, опс. 4 прицепа жмыха продать на сахарном заводе, там его немножко насобиралось. Поэтому деньги на удобрения вроде как должны будут появиться. Здесь у нас травка скошена уже даже взошла. Тут у нас все сеется, удобряется. В общем-то с полями все предельно ясно. Сады и теплицы, в общем-то я там тоже рассаду купил, все засеял. Тут у нас опять клубника. С восточного тепличного комплекса клубника, которая уже там есть, я вывез. Ну почти вывез, еще два раза нужно съездить Джесси Бишки на северный тепличный комплекс. Потому что продавать мы все это дело будем на молочный завод, оттуда ездить ближе. В общем-то время было, он катался. Также, друзья, всю пшеницу, которую мы собрали, я отвез на мельницу. Ее тут мега дохренище. Ну и отрубей дохренище. В общем-то, наверное, я их буду вывозить тоже потихонечку. Просто отруби не так дорого стоят, как, например, жмых. А сдаются они в одно и то же место. Кукурузу я тоже отвез сейчас, крупа кукурузная делается, ее тоже много будет. В общем-то, до следующего дня кукуруза точно переработается, пшеница не факт. Может и не переработаться, хотя есть уже 1 миллион литров муки. Короче, денег мы завтра поднимем нормально. И вот он, выполнен заказ на производство. Че я запись-то включил? Как раз вот в это время и должно это было случиться. Консервный завод. А, кстати, что давайте еще до этого. Я, друзья, 60 кубов шерсти отвез на ткацкую фабрику. И вот посмотрите, с какой маленькой, мать его, скоростью она перерабатывается. Это просто фиаско. Другому не назовешь. Ну ладно, пускай перерабатывается. В любом случае, мы пока не можем избавиться от этого завода. У нас там еще сухой соломы льна очень много. Но, че я вообще включился? Это у нас контракт висит. Овощное рагун. 273 куба. Ну, 274 мы, конечно же, будем делать. Еще 67 часов есть. Ну и, в общем-то, давайте выберем этот завод и сделаем заказ. Овощное рагун. Нам нужно сделать 274 куба. И на все это уйдет 53 часа. А, блин, у нас еще и денег на это дело нету. Блин, кредит придется брать еще больше. А мы много кредита не возьмем. Но, ладно. Что мы можем привезти? Мы можем привезти картофель полностью. Мы можем привезти полностью лук. Мы можем привезти полностью морковь. Мы можем привезти даже подсолнечное масло полностью. На самом деле, томаты мы тоже, кстати, можем привезти. И баклажанов 60 кубов мы тоже можем привезти. Они у нас в заначке там есть. Можно не выращивать. Но, в любом случае, это стоит 122 тысячи. Надо взять, друзья, кредит. А кредита мы можем взять только 100 тысяч. Ха. Ладно. Ждем, пока продастся немного жмыха. Хотя вроде как с прицепа 20 тысяч мы сейчас вот с этого вот получим, и можно еще сотку взять кредиты, и вроде как можно будет это все дело выполнить. А еще, скорее всего, придется покататься мне и вручную все это дело отвезти. Потому что много всего из разных мест, и намного быстрее будет, если я это сделаю сам. Ну ладно, сейчас посмотрим, сколько у нас будет денег. Сможем ли мы взять этот заказ. Продается жмых. Нам главное, чтобы еще на удобрение денег хватило, больше расходов сегодня не будет. То, что оно там в минус будет уходить, хрен с ним. Завтра у нас будет хороший заработок. Точнее, просто 26 тысяч денег у нас есть. Поэтому, друзья, берем еще кредит. И вот он, 126 тысяч. Как раз хватит на заказ. Так, заводы. Консервный завод. Заказано производство овощное рагу. 274 куба. Картофель мы привозим, томаты мы привозим. Баклажаны мы привозим 60 кубов, потому что больше у нас нету. Лук привозим, морковь привозим, подсуночное масло тоже привозим. 123 тысячи мы оплачиваем. И у нас есть 1 час на доставку сырья. Я себе вот это вот окошко сейчас здесь вот вывожу. И я не знаю, хотите? Ладно. Погнали, короче. Таймлапс тогда такой. Скорее всего, относительно даже длинный. Я, в общем, повез скатать продукты. Так, друзья. Я, видимо, таймлапс делать не буду, потому что у меня ушло 50 минут на все это дело. Ладно. В конце серии бонусом, короче. Если вдруг кому-то интересно, то будет. После титров, что называется. Ну, короче. Вот он. Последний прицеп баклажанчиков я сейчас привез. Времени ушла туево куча. Реально. 50 минут у меня ушло на то, чтобы все это дело сюда привезти. Правда, там тупника несколько было. С маслом почему-то я пытался выгрузить его вот сюда. Хотя здесь написано здесь загружать. Но, в общем-то, мы все привезли. Начато выполнение заказа на производство. Через 53 часа все будет готово. Самый большой косяк, друзья, чтобы это не была ночь. Через 53 часа у нас будет 19.00. А завод работает... А завод работает до 20.00. Все нормально. Можно будет успеть вывезти. Тем более, там чуть меньше, чем у 50. 3 часа. Ладно. Главное не забыть об этом. Также, друзья, у нас тут на складе лежит томатная паста. Которую имеет смысл, наверное, сейчас вывезти. Опять-таки, 6 литриков почему-то не произвелось. Сырили мои помидоры. Ублюдки. Но это ладно. Этим я займусь чуть попозже. Там, кстати, в 2 часа стукнуло. У нас мойка построилась. Поэтому погнали сейчас туда глянем на нее. Точнее, я-то уже ее увидел краем глаза. Вот она. Автомойка. Точно такая же, как на базе. Соответственно, я сюда потом проложу новый автодрайв. Парковочное место в ней сделаю, чтобы все мылось и так далее. Короче, с автодрайвом надо поиграться будет. Много чего здесь надо будет поменять. Плюс, может быть, к животным его провести. Может, еще куда-то надо. Но это все, друзья, уже потом, наверное, все сделаю. Осталось, друзья, еще засеять поля. И можно будет, по сути дела, ждать утра. Что у нас тут происходит? Тут, в принципе, все неплохо. Потихоньку ездит, сеет. А вот большое поле. Ну, тут еще дохрена ему сеять. 25 минут обещает. Но это будет намного больше. Потому что он еще разок-другой съездит за семенами. Пополнится. Это тоже надолго. Ну, ладно. В общем-то, друзья, на этом серию я закончу. Если вы еще не подписаны на канал, то, конечно же, подписывайтесь. Лайкусики не забывайте. Если хотите смотреть серии заранее, то спонсорка вот ключ к успеху. Тем, кто уже оформил спонсорку, ребята, вам огромнейшие спасибочки. Человеческое такое спасибище, я бы даже сказал. Лайкусики, комментики не забываем. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилэй. Всем пока-ки. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok